Здравствуйте! Как и обещала, выкладываю мой видеоурок, посвященный блокам. Надеюсь, он был полезен тем, которые пропустили по каким-то причинам, что-то недопоняли. Кроме того, там будет информация, которую с первого раза сложновато запомнить. Итак, блоки. Ну, с простыми блоками вы в нашей практике уже встретились. Это обычный размер. Сейчас у меня размеры не настроены, но тем не менее, я показываю размер при приближении. Вы видите, да, сама цифра, выносная линия, засечки, стрелки. Все это пример динамического блока, да. Что это значит? Мы можем растягивать размер, он в масштабе, он не изменится, цифра изменяется. То есть, вы встретились в практике, вы понимаете, что такое блок, когда все элементы сцеплены в единое. Вот теперь мы рассмотрим сначала, решим задачу, как создать блоки. И дальше в процессе нашего с вами разговора вы, надеюсь, поймете, для чего это нужно. Я подготовила для вас небольшой эскиз окна. Представьте себе такую архитектурную задачу. Вам нужно спроектировать большой многоэтажный дом. Там порядка 500 окон различных. Но есть тип окна 1. Вот у нас тип окна 1. И мы, естественно, повторяем это окно 1, ну, сколько там, 500 раз. И, естественно, если вы начнете вставлять его, переносить, сейчас я перейду на русскую плавиатуру. Например, вам нужно окно, вы его нарисовали, вам нужно его перенести, скопировать. Вот вы его копируете. Что-то вы зацепили, что-то забыли. То есть, ну, можно потерять информацию. Удобнее, чтобы все элементы были сцеплены в единое. И поэтому мы будем создавать из этого окна простой статический блок. Все, что касается блоков, находится на вкладке «Вставка». На вкладке «Вставка» есть «Вставить блок». Сейчас у нас нет никаких блоков, потому что новый чертеж. «Создать блок». Ну и так далее. «Редактор блока». Ну, я, как обычно, рекомендую набирать все команды с клавиатурой. Поэтому вместо того, чтобы выбирать иконку «Создать блок», я набираю на клавиатурой букву «Б» блок. И вы видите, что выходит падающее окно, где запрашиваются различные позиции касательно блока. Но первое, что нам нужно сделать, нужно назвать блок. Я называю его «Окно». Теперь нужно задать базовую точку. Что такое базовая точка? Это та самая точка, за которую блок будет вставляться. Я указываю в углу окна. А вообще, бывают разные ситуации, когда удобнее взять базовую точку, например, в центре окна, в верхнем, может быть, посередине окна. Тут нужно думать по ситуации. Только единственное, что не надо делать, указывать базовую точку где-то в пространстве экрана. Потому что студенты иногда базовую точку не указывают, вернее, они ее указывают. Только они указывают непонятно где, и потом говорят, что блок не вставляется, или он вставляется неадекватно. Значит, следите за тем, чтобы базовая точка была на объекте. Дальше выбираем объект. Ну, здесь все просто. Рамкой выбираю объект, который превратится в блок. Вы увидели, что на нашем окошке появился вид нашего блока. И нужно говорить «Окей», но я немножко поясню. Значит, есть тут три пункта. Оставить, преобразовать в блок и удалить. Если я поставлю галочку на «Оставить», значит, объект останется как есть, но блок запомнится. Если я поставлю галочку «Преобразовать» в блок, я сейчас это сделаю, объект преобразуется в блок. Если я нажму галочку на «Удалить», объект исчезнет, тем не менее блок останется. Давайте сделаем следующее. Давайте я поставлю галочку на «Удалить». Окей. Объект исчез. И дальше я буду вставлять этот блок. Можно идти на иконку «Вставку». Я нажму «В» «Вставить». Дальше вы увидели, что поскольку блок чертежа запомнился, появилась рамка «Вставка», «Вставить окно», «Окей». Мы вставляем за базовую точку окно и блок «Энтер». Блок у нас готов. То есть, если вы начнете его копировать, сейчас я его скопирую, то вы увидите, что мне не обязательно захватывать все объекты, он копируется по одной точке. Ну, естественно, копировать можно с привязкой, сейчас я произвольно скопирую. Но что еще более интересно. Вот мы сейчас создали блок. Представьте себе ситуацию, что нам надо... Что такое не сложилось, да, в архитектуре? Нужно поменять окно. Мы окна уже расставили. И нам нужно поменять все окна. Я сейчас войду в редактор блока. Можно нажать иконку «Редактор блока». Проще два раза левой клавишей мыши щелкнуть по блоку. Вы увидели, что возник список окно. Мы входим в блок окна. То есть, мы входим в редактор блоков окно. И далее мы можем что-нибудь изменить с этим окном. Просто мы рисуем. Ну, сейчас я нарисую, я не знаю, простую арку. Подобие. У меня наличник взят 70. Выполняю команду «Обрезать». Делаем все то же самое, как будто мы не в редакторе блока. Мы просто рисуем то, что нам нужно. Еще раз обрезать. Еще раз обрезать. Все, обрезали. У нас несколько другое окно. Что-то нарисовали. Дальше. Закрыть редактор блока. Запрашивает нас компьютер, надо ли сохранить. Конечно, сохранить. И вы увидели, что все блоки с именем окно поменялись на то, что нам нужно. То есть, понятно, да? Удобная очень функция. Вам не нужно будет что-то такое изменять, копировать, переносить. Вы просто основной блок меняете, и все блоки в чертеже меняются. И вот тут как раз возникает вопрос базовой точки. Если у вас окно вставлено, например, по центру, то тогда, если оно изменится в габаритах, по вертикали, по горизонтали, наверное, это будет правильнее. Оно не сдвинется. Но если окно у вас вставлено за вот эту точку, за, скажем, за какой-то угол, то тогда при изменении вида блока у вас может скачок произойти, если длина, ширина изменится. Понятно, да? То есть, вам нужно всегда подумать, какая будет базовая точка в случае, если пойдут какие-то изменения. Это мы разобрались с простым статическим блоком. Теперь я вам предлагаю создать динамический блок, и мы это сделаем на примере окна. Сейчас я начерчу простое окно. Представим, что стена у нас 400 с газобетона. Под обеем мы рисуем откос окна. Допустим, окно 1000. Дальше рисуем само окно. Дальше подобие. Ну, допустим, подоконник у нас будет 200. Подобие 200. Ну и само окно, допустим, 50. Я нарисовала окно просто, примитивно. Единственное, что все-таки, вот эти откосы окна, я сейчас их выделю в цвете, но на самом деле они у вас должны быть в слое стены. А сами стекла, я тоже их выделю цветом, красным, например, они у вас должны быть в слое окна. Мы сейчас возьмем слой окна. Представим, что они в слое окна, и толщина у них будет 0,13. А толщина откосов у нас будет как в слое стены, ну, допустим, 0,4. И нажмем вот эту клавишу отображения скрытия веса линий, чтобы нам было видно, что у нас откосы толстые, а линии, обозначающие стекло, тонкие. Ну, я сейчас в слоях не делаю, но вы обязательно должны сделать это в слоях. Сейчас мы на примере вот этого окна создадим динамический блок. Что значит динамический блок? Нам нужно, чтобы окно не масштабировалось, а удлинялось. Потому что в объекте архитектурном может быть несколько окон, метр, 700, 600, любые варианты. И нам не нужно создавать много блоков, нам нужно один блок поменять. К этому мы сейчас приступим. Так, создаем, как я и говорила, обычный блок, буква Б. Сначала создаем статический блок. Имя. Здесь я укажу имя расширенное. Во-первых, я не могу повторять окно, потому что в данном чертеже уже создан блок окно. Он либо его наложат и изменит. Поэтому я создаю блок, допустим, окно 1000. Дальше нам нужно 700. Обозначаю так же, как двери обозначаются по ГОСТу. И, например, 600. Ну, еще возьмем вариант 800. Указываем точку. Обязательно внимательно напоминаю, что базовая точка должна быть в конкретном месте. Мне сейчас для динамического блока удобнее, чтобы она была в углу. Выбрать объекты. Выбираем объекты. Все. Поставим преобразовать блок. Не надо нам его удалять. Окей. Блок простой создан. Он, естественно, никак не может видоизменяться. Он может только вставляться. Посмотрим на вставки. Вставка. Вы видите, что в нашем чертеже возникло два блока. Блок окно и блок окно 10768. Если мы нажмем «Вставить», «Вставить», то нам меню предлагает вставить либо один блок. Я старый блок вставляю. Так, минуточку. Так, окно. Не обзор. Нужно «Ок». Вот я вставляю старый блок. Вот я его вставила. Enter. Сейчас я его удалю. Я просто вам хотела показать, как вставляются блоки. И новый блок. И сейчас мы будем этот блок преобразовывать в динамический блок. Входим в редактор блока. Два щелчка левой клавиши. В редактор блоков. Теперь нам нужно блок... Мы сейчас будем решать простую задачу. Нам нужно удлинять его по оси Х. Поэтому мы выбираем параметры. Операции. Операции «Растянуть». Нет, извините, параметры. Мы выбираем параметры «Линейный». Выбираем линейный параметр. Вот это у нас линейный параметр. То есть это расстояние, которое мы будем менять. Теперь операции. А вот операции нас интересует растянуть. Мы должны растянуть параметр. Мы выбираем параметр. Показываем точку параметра, который мы растягиваем. Дальше нам нужно указать рамку растяжения. Показываем рамку, не заходя до середины. И дальше мы внутри этой рамки должны показать, что мы растягиваем. Вот это мы растягиваем. Enter. Все, мы выбрали параметр. Появилась лапка, за которой мы тянем. Закрыть редактор блока. Сохранить изменения. И давайте протестируем блок. Я выбрала блок. Вы увидели, что появилась ручка, за которой мы можем блок растягивать. Но нас интересует немножко не это. Мы должны были сделать конкретный блок, который нам позволяет сделать окно 600, 700, 800 и 1000. Я специально не сделала это одним разом. В принципе, конечно, правильнее делать это сразу. Мы сейчас войдем снова в редактор блока. И сделаем то, что мы должны сделать. У меня открыто меню свойств. Напоминаю, что для того, чтобы его открыть, нужно нажать Ctrl-1. Она у меня по умолчанию открыта. И я вам объясняла на первом уроке, что его можно привязать, что она постоянно будет открываться и закрываться. Выбираем расстояние, которое нам нужно изменить. Я иду в меню свойства. И здесь тип расстояния. В типе расстояния я выбираю список. Вот в списке у нас только одно значение. Я иду в список, выбираю вот этот прямоугольничек и выхожу на падающее меню «Добавить расстояние». Расстояние для добавления. Нас интересует 600 добавить, 700 добавить и 800 добавить. Все. Больше нам пока ничего не нужно. Окей. Закрыть редактор блока. Сохранить изменения. И теперь давайте проверять. Мы выделили. Вот у нас 1000. Вы смотрите, на экране появились рисочки, обозначающие 800. Мы можем его сократить до 800. Мы можем сократить его до 600. То есть то, что мы задали. Как мы еще можем это сделать? Мы можем выделить. Идти в свойства. И там просто выбрать те расстояния, которые нас волнуют. 600, 800, 1000. То есть мы не просто создали блок динамический. Мы создали блок, который позволяет нам менять динамически необходимые нам расстояния. И в заключение я вам хочу показать стандартные автокадовские блоки, которые расположены на вкладке «Вид» в инструментальных палитрах. В инструментальных палитрах есть различные вкладки, там модель. Вас интересует вкладка «Архитектура». В архитектуре созданы британские блоки и метрические. Британские залезать не надо, потому что там размеры в дюймах. Но я вам сейчас покажу пример метрического образца двери. Как она перетаскивается? Мы просто перетаскиваем левой клавишей дверь. Естественно, это нужно делать в том слое, который нас интересует. То есть слой дверь. Это динамический блок. У него очень много разных опций. Но, во-первых, она может увеличиваться. И посмотрим в расстоянии. Размер двери. Тут 900, 600, 700, 750. Если вас что-то интересует, я вам уже показала, как можно добавить через редактор блока. Потом тут есть откос двери. Сейчас мы его выберем. Вот я его выбрала. Толщина стены. То есть стена может быть 100, 150, 450. Тоже в ваших возможностях залезть, поменять параметры. Если у вас стена, например, 400, вы можете вот этот параметр откоса, который, по сути, должен быть в слое стены. Это тот же откос, что на окне. Вы можете поменять этот параметр. Вы можете, во-первых, перекинуть в слой стены вот эти параметры в редакторе блоков. Дверь может открываться под разным углом. Как вам удобнее? Иногда в квартирах удобнее под 90 показывать, чтобы показать, что дверь не бьется напротив стоящей. Она может быть правой, левой. Она может быть внутрь, вне. То есть тут куча всяких параметров, которые создали уже создатели автокада. Что у нас еще там есть? У нас там есть интересное окно, которое тоже пример динамического блока. Оно тоже может меняться в различных направлениях. Параметры меняются и вверх, и вниз. Все это можно посмотреть на вкладке свойства. Ну, то есть для примитивных объектов, если, например, есть задача начертить какой-то промышленный объект, у вас, в общем-то, есть простое алюминиевое окно. Я вам уже показала, как можно поменять размеры. Можно поменять дверь. То есть, в принципе, чертеж можно сделать. Также в интернете есть выложено очень много блоков по автокадам, готовых уже блоков. Там мебели очень много, сантехники. Вы можете поискать самостоятельно и пользоваться этими блоками. Совершенно нет необходимости создавать свои блоки мебели и сантехники. Ну, наверное, на этом все. Благодарю за внимание. Урок на этом заканчивается.